Дота 2 хаос – это отличное место, чтобы выиграть вещички по доте 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее прочее прочее. А баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья, это ТОП ДОТА! Не так уж давно у меня на канале был видосик, где я вам показывал не вышедшие сеты и арканки из воркшопа доты 2. Там и про виспа было, и ещё про кого-то, и ставьте лайк, если хотите продолжение этой рубрики, потому что мне кажется, что она вполне себе годная. Ну а сегодня у нас ролик на похожую тему, я вас хочу познакомить с довольно странной штукой, которая никогда не добавлялась в воркшоп, а была сделана самими разработчиками доты – это арканка на Кункевича. Тема про эту арканку хайпилась уже больше года, а то и двух лет назад, и поэтому я думаю, что многие о ней уже или забыли, или и вовсе не слышали, потому что начали играть позже данных событий. Так или иначе, вот она. Это арканка на Кунку, которая была найдена в файлах клиента доты 2 с соответствующим названием, но, как вы уже могли заметить, в общем доступе она до сих пор так и не появилась. А если мы зайдём на дотовики, то сможем увидеть, что данный предмет уже полностью готов и лишь ожидает своего появления в игре, однако ожидает он уже очень долго. Как вы видите на своих экранах, данная арканка представляет из себя какой-то не совсем внятный набор предметов. Шлем кстати очень крутой и напоминает мне Skyrim, но вот остальные шмоточки тут явно не блещут какой-то атмосферностью и эстетикой. А вообще, этот весь комплект должен навевать на нас холодные северные ветра викингов. Об этом говорит и общая стилистика и даже название набора – Norsekin – Норвежский король или что-то в этом роде. Но, как по мне, скин на это звание не тянет и возможно именно поэтому его до сих пор и не выпустили для продажи. Какие-то челики из Valve рисовали, его рисовали, года эдак пол, потом пришли к Габену, показали и он их выпер к чертям собачьим, но файлик из клиента дотки потереть забыл. Но это я конечно же утрирую, сет не настолько плохо и при максимальных настройках графики выглядеть будет достойно. Плюс в интернете сложно найти анимации скиллов и ударов, есть только ульта, поэтому общую картину составить пока сложно. Самое подходящее объяснение происходящего можно составить так. У Valve сейчас и без этой арканки хватает косметического контента, который они нам задолжали, а из тех же аркан выстроилась уже чуть ли не огромная очередь. Это и Манки Кинг, которого только-только выпустили, и Джаггернаут, которого обещали уже хз когда, и даже долбанный висп. Думаю, что кунг в этом списке тоже где-то есть, но приоритет у него настолько низкий, что в игре мы эту арканку увидим ещё совсем не скоро, однако всё же увидим. Кстати, пишите свои версии того, почему этот предмет до сих пор не ввели в продажу и пишите, что вы вообще о нём думаете? Нужно ли его дорабатывать или и так вполне себе годнота, за которую вы бы с лёгкостью заплатили 30 баксов из своего кармана? Ну а с вами был канал ТОП ДОТА, не забывайте ставить лукасы, чтобы я возродил рубрику с обзорами сетов с воркшопа, а также подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Удачи! И субтитры сделал DimaTorzok